Поехали. Короче, мы разыгрываем билеты на концерт вот этого товарища. Евгений Коновалов. Концерт в субботу в ангарче. В ресторане Барин. Поехали. Здравствуйте, меня зовут Вероника, я поучаствовала в конкурсе в социальной сети ВКонтакте. Выиграла два билета в ресторан Барин. Очень рада, что так повезло. Друзья, участвуйте, выигрывайте, получайте массу позитивных эмоций. Мама, я попухечка. Всем привет. Вот еще одна достопримечательность моего дома. Это вот этот кактус. В общем, тут ремонт, поэтому не пугайтесь. Вот такой вот он. В общем, что-то около метр семьдесят точно. Вот моя рука. Вот, видите. А у меня сто шестьдесят восемь. Вот, поэтому как бы вот. Он со мной, наверное, примерно лет девять последние, когда мне его... В общем, кто-то от него хотел избавиться. Я тоже от него хотела избавиться. Но... Как-то так вышло, что вот покрасив стену в белое, я поняла, что я хочу вот такое вот, чтобы здесь было. В общем, тут еще все будет перекрашиваться, выравниваться. Вот, такой первый задел. Ну и вот он тут так хорошо вписался, так красиво. Вот. Это мое утро. Поехали дальше. Будем разговаривать про чай. Вот такая сладкая парочка. Я ее купила всего за тысячу пятьсот или около того рублей. Значит, называется она Galaxy. В общем, меня она устраивает полностью. Что в нем необычного? У него есть такая вот кнопочка, которая позволяет включать на такой вот не до ста градусов, вот такой вот, чтобы именно чай запаривался. Сейчас я вам покажу, как это работает. Чайничек я помыла. Этот я скипятила. Шаг первый мы вот такую штучку размещаем. Она очень классная. Легко снимается, одевается. Все это очень легко моет. Вторым номером идет ситечка. Вот оно такое там внутри. Третьим номером идет такая свежевымотая крышечка. Вот так вот. Я, кстати, читала про этот чайник негативный отзыв. Он был всего один. И он вот так вот звучал, типа, там, вот, ситечка, там, все порожевело, бла-бла-бла, все плохо. Писал, естественно, мужчина. Мужчине хочется сказать, если вдруг он смотрит на блог. Или вдруг на него нарвется из серии, там, отзыв о чайнике Галакси. Мужчина, не надо оставлять на сутки чай вот в этом ситечке. Он не для этого предназначен. Просто заварить, напарить, все. Он не должен стоять сутками. Он когда сухой, вообще все отлично. То есть заварили, чайку попили, там, два-три раза, там, все помыли и все. А не заварили чай, потом уехали на неделю, там, в деревню, а потом возвращаемся. Оно ситечко проржевело. Красиво. Просто потрясающе. Вот сейчас очень хорошо. Вот сейчас вообще мне здесь все реально нравится в кадре. Я тебе чувствую реально, мне уютно, наконец-то. Лежу. Потому что я опять заторобынькалась. У меня второй день уже уходит на то, чтобы это все сделать как надо. У меня вот здесь лежал бы косметоз. Я бы его вот сюда откладывала или вот сюда куда-нибудь. Вот. Так что нормально, красиво, хорошо, уютно я себя тут буду чувствовать. Мне не нравится диванное видео. Потому что ты садишься на диван и ты такая крошнястая мышца, когда она садишься. Тебе хочется так вот привалиться и все. И ни о чем не рассказывать. Это белорусская косметика, монастырский продукт. Это крем для лица с пчелиным маточным молочком. Он имеет медовый запах. Он выравнивает кожу лица. Он прикрывает поры. И действительно кожа становится, как я сказала, как у монахини. То есть такое вот ровное, красивое, такое просветленное личико получается. Да, пользовалась, очень-очень нравится. И единственная проблема, мне это подарили, у нас это нигде не купить. Если где-то можно купить, пожалуйста, напишите в комментариях под видео или там ВКонтакте мне.